С 2013 года Константин Тишин является активным участником художественных выставок Ленинского района. Мы уже рассказывали об одной из них. Тогда мастер представлял на суд публики свои пейзажи. Теперь речь пойдет о портрете. Но это не выставка, а мастер-класс для учащихся художественных школ. Я обучаюсь в художественной школе около трех лет. И я пришла сегодня на мастер-класс, чтобы научиться рисовать портреты. Я пришла сегодня на мастер-класс, чтобы научиться рисовать портреты именно в особенном стиле. Однако, по словам Константина Тишина, чтобы обладать в живописи своим неповторимым стилем, сначала нужно постичь каноны. Логично, согласитесь, чтобы композитору написать рапсодию, он должен для начала знать нотную грамоту. Правило справедливое и для художника. Чтобы все это улавливать и делать портреты в каком-то своем ключе, нужно сначала постичь азы. Азы, то есть простую технику, начиная от клуба, изображать голову. Потому что голова вписывается в клуб, и вот так вот постепенно, поэтапно, вот эти азы, перспективы, ракурс, все вот это вот изучая, студент может уже понять, что же такое портретирование. Я тоже попробую постичь азы художественного мастерства. Попробую научиться рисовать портрет. Я не знаю, что из этого выйдет, но я хотя бы попытаюсь. Для этого мне нужен мольберт. Мольберт есть. Ну и лист бумаги, который крепится к мольберту на бумажный скотч. Ну, все готово. Можно начинать. Мы сейчас попробуем сделать так вот. Это будет треть первая, потом у него будет вторая треть. И третья треть. У Сократа все непропорционально. Ну, примерно они будут одинаковые. У меня пока перспективы довольно туманные. Давайте спросим, как дела обстоят у директора ИКЦ Анны Арделеоновны. У меня пока только линии, а у вас уже почти готовый Сократ. Как вам это удалось? В детстве я неплохо рисовала. И я думаю, что те знания и навыки сейчас у меня сохранились. И я их смогла реализовать в этом рисунке. Вот видите, как важно в детстве не терять времени, а приобретать полезные для дальнейшей жизни навыки. Кстати говоря, для поступающих в художественные вузы основным экзаменом по живописи является как раз рисунок головы. На профессиональном сленге он так и называется – голова. Сократ мне, друг, ну истинно дороже. Сначала у меня получался какой-то авангардизм, потом вдруг проклевывался Дед Мороз, потом вовсе Чемгисхан. И только благодаря помощи Константина Васильевича начал проступать лик античного философа. Хотите попробовать свои силы в изобразительном искусстве? Следующий мастер-класс в начале февраля. Звоните в ИКЦ и записывайтесь. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Видное ТВ.